Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и это Страшная История. Сегодняшней историей со мной поделилась моя подписчица Рита, и эта история мне реально показалась очень страшной и мистической. Поэтому я подумала, что вам бы тоже было бы интересно услышать эту историю от меня. Давно я не выпускала Страшные Истории, вы все по ним очень соскучились, поэтому запасайтесь печеньками, вкусным чаем, укрывайтесь пледиком. Эта история будет реально мистическая, и быстренько хочу напомнить вам про свой инстаграм. Ник вы сейчас видите вот тут вот сверху, обязательно подписывайтесь, потому что туда я выкладываю очень крутые фотографии, делюсь с вами новостями и многим-многим-многим другим. И хочу, конечно же, поблагодарить вас за 2 миллиона подписчиков, это нереально огромное число, я вас очень сильно люблю. Мы очень большая семья, и вы мотивируете меня на абсолютно разные ролики, идеи, и я очень вам за это благодарна. Спасибо вам большое за то, что вы продолжаете смотреть меня, и за то, что нас уже 2 миллиона. Это просто невероятно огромное число. Я в свою очередь хочу пожелать вам приятного просмотра, давайте наберем под этим роликом 100 тысяч лайков. Если же вы сможете набрать такое число, то я немножечко улучшу стиль моих страшных историй, потому что я над этим думала. И они будут гораздо круче, но пока что всю информацию я вам рассказать не могу. Просто ставьте лайки, и таким большим количеством вы смотивируете меня сделать кое-что нереальное, чего ждет практически вся моя аудитория. Также в этом ролике я спрятала для вас 2 эмоции. Очень хорошо спрятала, так что если вы их найдете, то тоже кидайте мне в директ в инстаграме. А сейчас я уже не буду медлить, и хочу пожелать вам приятного просмотра. Мы можем начинать. Девочка Рита Девочка Рита, которая, собственно говоря, поделилась мной этой историей, обучалась в очень старой школе. Даже не описать словами, насколько она была старая, то есть уже вся потертая, везде все двери скрипели, даже грибок на потолке рос. Представляете, до чего дошло? Неприятный запах в школе тоже присутствовал, но сносить эту школу не хотели, потому что никак не могли решить проблему, куда перевести всех тех детей, которые обучаются сейчас в этой школе. Было очень сложно, поэтому эту проблему откладывали постоянно на потом. И их школа славилась огромной библиотекой. Библиотека была настолько большая, что вы даже представить себе не можете. То есть огромные стеллажи книг, огромный выбор книг. И библиотека реально выглядела круто, то есть многие ребята из школы могли приходить в эту библиотеку ради того, чтобы просто почувствовать запах книг, походить по этой библиотеке, потому что, как вы все прекрасно знаете, в библиотеках все время любят соблюдать тишину. А так как это школьная библиотека, там практически никого не было и было постоянно тихо. Рита очень хорошо общалась с девушкой, которая работала в этой библиотеке, то есть библиотекарша. Она была достаточно молоденькая и примерно неделю, а то и две назад устроилась на работу в их школе, то есть она была новенькая. До этого их библиотека очень редко открывалась, примерно раза два в месяц. И туда приходила какая-то женщина, которая на отвали подавала книги детям, и вообще все думали, что это какой-то врач, потому что она была в таком белом халате и очень странно выглядела. Так вот, Рита в школе была очень умной, училась на одни пятерки, и им постоянно на учебе задавали очень много домашнего задания. Рита все домашние задания выполняла, и не было ни разу такого, чтобы она приходила без выполненного ДЗ в школу, потому что их за это хорошо так бороли и ставили очень плохие оценки. А Рите с денежным состоянием ее родителей нужно было учиться хорошо, потому что она хотела устроиться на хорошую работу или начать хотя бы как-то подрабатывать, чтобы у нее было время и чтобы она могла денежно помогать своим родителям. Но, естественно, учиться она тоже любила, а не как и многие ее одноклассники, просто пинать письки, я извиняюсь за выражение, где-то во дворах и курить на подворотнях. Так вот, Рита очень хорошо общалась с библиотекаршей, она была очень молоденькая, красивая, добрая, постоянно сидела в этой библиотеке, и Рита очень любила приходить к ней на переменах. Они общались о жизни, они разговаривали, что нового, рассказывали друг другу абсолютно разные новости и сдружились реально как подруги. Это даже представить невозможно, то есть Рита в школе из своей параллели или из ребят, которые учились с ней, ни с кем не общалась, и по интересам они сошлись только с библиотекаршей. Рита познакомилась с библиотекаршей примерно на второй день, потому что в школе всем сообщили, что библиотека теперь не будет закрыта, а теперь она работает каждый день, потому что там новенькая девушка. Все, естественно, пришли с ней пообщаться, то есть посмотреть на нее, сходить в библиотеку, потому что она очень часто была закрыта. И Рита очень быстро с ней сдружилась. Сейчас та новость, которую вы можете не ожидать услышать от меня. Эта девушка пропала. Примерно через несколько дней, без каких-либо новостей, она просто-напросто не пришла на работу. Учителя не отвечали на вопросы, где она, что с ней, уволилась она, не уволилась. Она не брала свой телефон. Рита пыталась до нее дозвониться, потому что они были как близкими подругами, она тоже не отвечала. Короче, просто исчезла. Исчезла. Никто в школе не мог понять, куда она пропала, потому что Рита слышала разговор учителей, которые стоят в холле во время перемен, типа, а почему она на работу не пришла, а где она, а почему она трубки не берет и так далее. Рита сразу поняла, что это идет речь у этой библиотекарши. Рита напугалась. Она не понимала, в чем прикол, почему она пропала, почему человек, с которым она общалась, так резко куда-то исчез. Это же очень странно. Ну и, соответственно, библиотека опять закрылась. Не работала она, ну, где-то недели две-три. Все это время Рита не могла понять, в чем проблема. Она так и не встретилась с этой девушкой, и она просто исчезла. Вот и все. И не работала эта библиотека до тех пор, пока туда не пришла новая женщина. И тут начинается моя страшная история, потому что все опять побежали, подумали, что это та девушка, она всем нравилась. И когда Рита пришла посмотреть на новую работницу в библиотеке, она увидела, что это какая-то, ну, очень старая женщина. Она выглядит странно, она всех пугает, она реально, у нее необъяснимая внешность, очень страшная. Никто не мог понять, почему она так странно выглядит, как будто она какой-то мертвец из реально страшного фильма. Я даже не знаю, как объяснить ее внешность. Мне ее описала Рита, это просто трэш. Просто представьте у себя воображение, ребят, очень старую женщину, которая ходит в одной и той же одежде каждый день, у которой седые, очень-очень короткие волосы, у которой несколько подбородков и очень мерзкий голос. Почему-то мне реально напоминает такую улитку из мультика «Корпорация монстров». Очень странный и страшный вид. Рита вообще сторонилась теперь этой библиотеки и не хотела ни в коем случае туда заходить, потому что эта женщина ей совершенно не понравилась, как и всем одноклассникам и учащимся этой школы. Один раз ребятам ее класса задали домашнее задание, где они должны были сходить в библиотеку и взять книгу, потому что теперь они будут работать на определенном уроке только с этой книгой, читать ее по очереди, разбирать и так далее. А у Риты не было денег, родители были не особо богатые, как я уже говорила. И она решила сходить в библиотеку и взять эту книгу. Только сначала она забыла о домашнем задании, и под самый-самый вечер, когда уже все ребята практически разошлись, и она оставалась на дополнительных занятиях одна, потому что она одна не забивала на всю учебу, все просто убегали вперед трусов. В школе уже было очень мало людей, и она решила пойти в эту библиотеку, захватить книгу перед тем, как пойти домой, потому что домашние задания она выполняла все. На улице уже темнело, в школе было темно, и осталось примерно, ну, парочка учителей в школе, все куда-то ушли, потому что было очень поздно. Рита очень хотела кушать, поскорее пойти домой, радовалась то, что она на дополнительных занятиях выполнила практически все домашнее задание. Дошла до этой библиотеки, и у нее было такое тревожное чувство, то есть она знала, какая женщина там сидит, ей стало страшно и не по себе. Она открывает дверь со скрипом, ей становится страшно уже от одного скрипа. Она подходит к этой женщине, которая сначала сидела, писала что-то в тетради, и спрашивает, не подскажете, а мне нужна вот такая-такая-то книга. Сначала ноль реакций, где-то пять секунд, как будто бы эта женщина ее совершенно не услышала. И потом она резко закрывает тетрадь, как будто бы чего-то напугалась, и спрашивает у нее, повтори, какая книга тебе нужна? Таким грубым тоном и реально непонятным. И тут Рите зазвонил телефон. Она уже не могла выйти из этой библиотеки, потому что эта женщина пялилась прямо вот так на нее. Это была ее мама. Она говорила, что приготовила очень вкусный ужин, и что нужно поскорее идти домой, иначе еда остынет. Это Рита жила рядом со школой. Она сказала, да, мамочка, сейчас я возьму книгу и спокойно приду домой. Сбросив трубку, она подняла голову и увидела, что на секунду у этой женщины как будто бы побелели глаза, как будто бы у нее не было ни зрачков, ни самого цвета глаз, просто были белые, как у Элджея. Я просто не знаю, с кем сравнить. Рита напугалась, у нее упал телефон, она поняла, что реально на долю секунды она видела вот этот страх. И никому не могла объяснить, что это произошло, потому что рядом, собственно, никого не было. И в школе уже было тихо. Что, собственно, произошло? У нее начало биться сердце, ей стало страшно. И по щелчку эта библиотекарша резко начала говорить, как будто она какая-то супер-мега добрая. Она говорит, а, книга вон на том, на том стеллаже, найди ее и сама принеси. А то, видишь, я занята, мне нужно дописать и доделать определенную работу, иначе я сегодня не пойду домой, потому что у нее очень много якобы дел. Так она сказала Рите. Рита согласилась, а библиотека была очень огромная, она по ней не ходила ни разу. Ей просто выдавали библиотекарши книгу, а она ее забирала и уходила. И ни разу не ходила по этой библиотеке. И тут начинается трындец. Большое количество стеллажей. Непонятные скрипы, потому что пол был деревянный, и каждый шаг было слышно. Очень много паутины, и Рита поняла, что она как будто попала в какую-то заброшенную библиотеку. В этой библиотеке можно было просто заблудиться, потому что она была настолько огромная, что вы, ребят, себе даже представить не можете. Если задеть стеллаж, то можно спокойно его уронить, потому что он как будто держался на сопельках. Каждый стеллаж. И они были настолько высокие, что, чтобы достать книгу, нужно было позвать библиотекаршу, определенную, если она находится высоко, взять какую-то палку или стремянку и ткнуть на книгу, чтобы она выпала. Но если вы ткнете на книгу, то упадет весь стеллаж. Короче, настолько была библиотека старая, но достаточно симпатичная и пугающая. Рита слышала, что ее одноклассники очень часто говорили об этой библиотеке, но не придавала виду, потому что она практически ни с кем не общалась. И тут она одна. В школе уже темно. На улице темно. Библиотекарша молчит, ничего не говорит, не хочет помочь. Она ушла уже достаточно далеко. И вот эти вот стеллажи, коридоры, было очень страшно. Она уже забыла, что сказала библиотекарша, где найти эту книгу и так далее. Поэтому Рита решила найти эту книгу самой. И она очень торопилась, потому что она была очень голодной и хотела поскорее попасть домой. И тут начинается самое интересное. Рита находит подобную книгу, достает ее, естественно, с небольшим шумом, открывает и понимает, что в этой книге просто пробежали, знаете, такие маленькие-маленькие паучки. Рите сначала показалось, что ей померещилось, но после того, как она отбросила книгу в страхе, потому что она очень боялась насекомых, она увидела, что у нее на руке полос маленький-маленький паук. Ребята, у меня даже мурашки по коже, я не знаю, видите вы или нет, но мне реально не по себе, когда я рассказываю эту историю. Как я уже сказала, от страха она отбросила книгу. Ей стало страшно, она замолчала, потому что везде тишина, и услышала странные шаги этой библиотекарши. Она шла настолько медленно и страшно, и Рита понимала, повернув голову направо, что вот-вот она прямо сейчас выглянет из коридора и будет направляться в ее сторону. Рита ждала минуту-две, потому что библиотекарша шла по одному шагу, чуть ли не в 15 секунд, я не знаю, очень медленно. И понимает, что все, эта женщина выходит и смотрит прямо на нее. И выглядит она очень страшно, тем более издалека. И Рита понимает, что бежать в то направление, откуда вышла библиотекарша, уже не стоит, потому что она побежит навстречу к ней. Ей стало страшно, и тут начинаются просто какие-то погони. Эта женщина начинает ей говорить... Пойди сюда, чтобы не повредить меня. И Рита понимает, что все, что ей сейчас просто вставят в библиотеке. Тихо, в школе, повторяюсь, никого практически нет, и она остается наедине с этой библиотекаршей. Рита бежала, куда глаза глядят, поворачивала за стеллажи, туда-обратно, и понимала, что библиотекарша и так шла медленно. И как только Рита остановилась, буквально на 30 секунд, она услышала, что дверь, которая там была, такая плотная, она защелкнула, как будто бы с внутренней стороны. И Рита не расслышала, либо с внешней, либо с внутренней. Она понимала, что дверь уже закрыта. Этот звук она просто не могла передать словами, ей стало настолько страшно, у нее так сильно билось сердце. И тут она поворачивает голову и видит, что сзади нее уже стоит эта женщина, и у нее белые глаза. Она очень страшно выглядит. Рита стала очень не по себе. Она смотрит на нее и задает ей вопрос, скажите, пожалуйста, что с вами, вам плохо? Подайте мне, пожалуйста, книгу, и я, наконец-то, выйду из этой библиотеки. Эта женщина смотрела на нее белыми вот такими глазами, как будто бы вкопанная, никак не реагировала на слова. Представьте, насколько жутко это выглядело. Потом Рита обратила внимание на то, что в библиотеке очень много насекомых. То пауки пробежали, которые находились в книге. Хотя, как это произошло, если книга была полностью закрыта, и пауки бы там давным-давно уже подохли? Потом Рита увидела настолько огромную, уже законченную, вот такую паутину с мухами, посмотрев на угол стеллажа. Ей реально становилось страшно, ей на секунду показалось, что она находится в какой-то заброшке и вот-вот потеряет сознание. Со временем старуха начала угрожать, что убьет ее. Она говорила несвязные, непонятные слова, как будто бы прочитанные наоборот. А потом среди них промелькивали слова, например, Такие тупые, банальные фразы, которые можно встретить в любой страшилке. Но Рита уже не понимала, что ей делать, у нее была паника, она не знала даже, куда бежать. Библиотека реально огромная. Ей казалось, что если она побежит спиной к этой бабке, она ее задушит. Если она побежит в другую сторону, а она не побежит, потому что бабка настолько жирная, что она заняла весь проход. И Рита уже не знала даже, что ей делать. У нее была какая-то безвыходная и непонятная ситуация. Девочка бегала все это время, не могла понять, что происходит. Обращала внимание на то, что книги падают сами по себе, что она слышит какие-то непонятные скрипы. Из-за того, что она была напугана, она не могла сконцентрироваться на том, что она сейчас находится конкретно в школе. Мне казалось, что она уже реально в какой-то заброшке, и что эти скрипы, это типа адекватно. Она на них не обращала внимания, потому что ей было настолько страшно, ребят, что вы даже представить себе не можете. Она чуть в обморок там не упала. Рита бегала по всем стеллажам. В библиотекарше появлялось то там, то там, то там. Реально какой-то непонятный призрак. И Рита уже реально начала сомневаться над тем, что это живое существо. Ключевое слово существо. Это уже не было похоже на женщину. Она настолько выглядела замотана, страшно и мерзко, что даже словами не описать. С каждой секундой Рите становилась не по себе. Она не понимала, где она находится, и думала, что вот-вот она упадет в обморок. И тут Рита остановилась, решила сконцентрироваться. Женщина пока нигде не показывалась. Рита немножечко отдышалась и поняла, что «Так, я нахожусь в школе, тут могут быть учителя». До нее дошла мысль, что нужно очень сильно закричать, что может быть кто-то придет и как-то поможет. И этот метод сработал. Рита не могла представить, что помогло быть после этого. Она закричала очень сильно «Помогите, пожалуйста!» Со всей дури, а в школе было тихо. Учителя же какие-то 100% должны были остаться. Охранник, в конце концов. Хотя он, по-моему, вообще уходил посреди учебы. Ему было все равно, охраняет он или нет. Ему лишь бы деньги заработать. Рита закричала со всей силы. И примерно через 5 минут, когда она подумала, что уже бесполезно, стояла на месте. Повернувшись направо, поняла, что видит тень. То есть очертания этой женщины. Только тень казалась большая. Она думала, что все. У нее начиналась кружиться голова. Она целый день не ела и понимала, что вот-вот упадет в обморок. Как тут кто-то постучал в дверь. И было слышно голос директора. И у Риты, знаете, такое облегчение. Ей стало как будто бы легче. Повернувшись направо, она поняла, что больше не видит эту тень. И по голосу она нашла выход из этой библиотеки. Директриса школы, которая стояла за дверью, своими ключами открыла ее. И Рита поняла, что дверь была закрыта изнутри. То, что старуха подходила и лично закрывала эту дверь. Но как так она телепортировалась? Она ходила очень медленно. Она очень сильно ее пугала. Короче, Рите стало страшно. Она не хотела даже думать об этом. У нее началась истерика. Она встретилась с директрисой и рассказала ей о том, что произошло. Директриса ей не поверила. Хотя, где была библиотекарша, спросите вы на это время? Она как будто бы куда-то исчезла. Она не поздоровалась с директрисой. Ее не было. Как тень там между стеллажами исчезла, так Рита больше никогда не видела эту женщину. Она просто испарилась. Она опять не появлялась. И после этой истории Рита реально задалась вопросом. А может быть, подобным образом и исчезла ее подруга, которая раньше работала в этой библиотеке, которая была молоденькая и хорошая. Рита вернулась домой и никому не рассказывала об этой истории. Продолжала учиться в этой школе, но теперь ни разу не заходила в эту библиотеку, потому что она закрылась. Закрылась навсегда. Все оставшееся время, которое обучалась Рита в школе, библиотека ни разу не открывалась. Директриса с ней на эту тему больше не говорила. Как будто бы школа и учителя от Риты что-то скрывали. И это была настолько запутана. История достаточно мистическая. Именно поэтому я решила с вами ее поделиться. Что это за старуха? Куда она исчезла? Куда исчезла девушка, которая раньше работала в этой библиотеке, с которой общалась Рита? Все настолько запутано. И как вы думаете, что это за исчезновение? Из-за чего это все произошло? Кстати, Рита книгу так и не нашла. Напишите ниже в комментариях ваше мнение. Мне будет очень интересно прочитать. История реально страшная. И закончилась она тем, что библиотека закрылась. Что все, что это было, Рита так и не поняла. И может быть, эта старая женщина могла бы ее убить, если бы не директриса, если бы Рита не додумалась, что нужно кричать. Это капец, это просто капец. Ваше мнение учитывается в комментариях. Я очень жду. Напишите, пожалуйста, ниже ваше мнение. Ну а с вами была Карина. Вот мой инстаграм. И два эмоджи я для вас уже спрятала. Спасибо вам огромное за просмотр. Я надеюсь, что эта страшная история вам понравилась, ведь я их так давно не выпускала. Очень старалась сделать это видео максимально атмосферным. Я сейчас одна дома, и мне реально так страшно. И не по себе после этой истории. Реальная мистика. С вами была Карина. Огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok